Развитие мышц пресса требует большего, чем просто выполнение эффективных упражнений на пресс. В этом видео мы разберем наиболее важные советы по развитию мышц кора, благодаря которым вы сможете быстро, легко, но особенно эффективно получить те заветные 6 кубиков пресса. Так что досматривайте видео до конца, будет познавательно! Советы о том, как накачать пресс мечты Первое. Не нужно тренировать мышцы пресса каждый день. Когда вы тренируете другие группы мышц, такие как ноги или спина, вы также неосознанно задействуете брюшные мышцы. Также помните, что вы активируете пресс в том случае, если выполняете упражнения, такие как приседания или становая тяга, а не во время выполнения упражнений на тренажерах. Во всяком случае, не нужно тренировать пресс каждый день. Мышцы пресса – это группа мышц, которая также нуждается в восстановительном отдыхе после тренировок. У мышц брюшного пресса больше мышечных волокон с медленным сокращением, а это означает, что они имеют более высокий порог сопротивления. Если вы дадите прессу достаточно времени для регенерации, вы обязательно увидите результат. Второе. Тренировка пресса не сжигает жир на животе. Вы можете выполнять скручивания до изнеможения, но это незначительно уменьшает количество жира на животе. Не существует никакого способа сжигать жир в определенных зонах. Вы должны в общем похудеть, а это значит, что вам нужно следить за ежедневным потреблением и сжиганием калорий во время тренировки. Третье. Чтобы были заметны мышцы пресса, нужно уменьшить процент жира. В отличие от других групп мышц, чтобы были заметны мышцы пресса, необходимо уменьшить жировые отложения, независимо от того, сколько упражнений на пресс вы выполняете. Уменьшение процента жира требует сжигания большего или меньшего количества калорий. Генетика также играет роль, особенно на уровне жировых отложений. Некоторым людям легче сбросить жир, а другим наоборот. Важно, чтобы вы никогда не сдавались. Четвертое. Тренируйтесь в меру и питайтесь правильно. Кубики пресса могут быть одним из признаков того, что человек имеет здоровый вес, ведь особенно сегодня ожирение очень распространено. Однако это не означает автоматически, что человек здоров. Вы наверняка знакомы с людьми, у которых стальной пресс, но они не здоровы, потому что недоедают или постоянно выполняют кардио. Найти золотую середину – это не только ключ к достижению пресса мечты, но и к его сохранению. Пятое. Пресс может накачать каждый. Для того, чтобы накачать пресс, от вас требуется энтузиазм и настойчивость не только в тренажерном зале. Но имейте в виду, что общая форма пресса зависит от генетики. Питание и пресс тесно связаны. Конечно, нелегко придерживаться плана, в котором вы набираете массу и ожидаете, что ваши мышцы пресса станут более заметными. Вы сможете укрепить пресс во время тренировок, но вы наверняка слышали, что пресс качается на кухне. Хотя это работает для большинства мышечных групп, это вдвойне верно для живота. Фактически, большинство спортсменов следуют специальному плану питания, при котором они употребляют достаточно калорий, чтобы оставаться в форме. Тем не менее, набирать массу и в то же время иметь прорисованный пресс практически невозможно. Вместо того, чтобы уменьшать количество потребляемой пищи, разумнее увеличить употребление белка. Это поможет вам оставаться сытым и сохранять свою мышечную массу. Вместо того, чтобы следить за употреблением углеводов, особенно сахара, обратите внимание на скрытые калории в напитках. И употребляйте достаточное количество овощей. Как вы знаете, цель состоит в том, чтобы сжигать больше калорий, чем вы употребляете ежедневно. При регулярном употреблении протеина шансы потерять мышечную массу гораздо ниже, и в то же время вы сможете сжигать больше количества жира. Тренировки должны занимать от 15 до 20 минут каждые 2-3 дня. Интенсивно тренируйте мышцы пресса и давайте организму время восстановиться, благодаря отдыху и здоровому питанию. Другими секретами пресса являются инерция и правильно выполняемые упражнения. Вы можете выбрать любое количество упражнений, чтобы накачать пресс, и также важно выбрать упражнения, которые вам понравятся. В конечном счете, часы бесконечных тренировок не гарантируют крепкий пресс. Тренируйте пресс под разными углами, используя различные упражнения, чтобы обеспечить лучший результат. Употребляйте меньше и сжигайте больше калорий во время упражнений и избавьтесь от лишнего количества подкожного жира. Тренируйтесь в меру, питайтесь правильно и сбалансировано, и пресс мечты не заставит себя ждать. А у вас есть заветные 6 кубиков пресса, или вы еще на пути к ним? Расскажите в комментариях. Друзья, мы рекомендуем вам посмотреть еще одно из наших видео, в котором мы рассказали о том, что произойдет с телом, если делать приседания со штангой. Оно появится у вас на экране, а также ссылку на него я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много полезной информации. До новых встреч!